Великая мастер Антваги, превзойдя искусством самого себя, выковал таю. Оно было столь прекрасно и бесценно, что каждый житель мира, каждая зверушка и каждое деревце приняли его в сердце и тем оживили его. Пролетели годы, и слух о прекрасном тае нашел до черносвистов. Черносвисты — непослушные дети земли. Забыли смысл себя, они забрали тая и стали носить его в руках, но не в сердце. Мир отправил рыцаря-дракона-веснопляса вырвать тая из рук черносвистов и захоронить его, потому что тая — оно же семя, пустит корни вверх, связав небо и землю, а плоды его созреют в сердце, и случится тая зари, весь мир свят лето. А тая зари — это исцеление коллегам, мертвым ворота в рай, путникам верная дорога к дому. Но дракон-веснопляс слеп, и поэтому глаз ним сова, зоркие глаза его. И был с ним ворон, только он может распознать тая среди прочих пустых вещей. И был с ним волк, который чует тая и ведет весноплясы за собой. Бесловухая марта, она же утренняя звездочка, шла следом, стирая в тени, только она должна была взять тая и положить в землю. А пляс при этом должен был сгореть жертвенным костром. Зная железо и тени в полдень, это, видимо, кто-то палит те костры, что поломенем черных их горячие руки стыдят. Мы, наверное, их пугаем на костры, хая и слева, но останемся с ними рядом, чтобы вместе дожраться ночи. Но останемся с ними рядом, чтобы вместе дожраться ночи, если хочешь узнавать об этом, если то, что хочешь. Марта зашла на небо, предвещая рассвет. Волк был убит охотниками, перекруганные выстрелом птицы сорвались и более не смогли найти весноплясы и вернулись в мир. Дракон же, оставшись совсем один, долго брел, брел, ослепленный и беспомощный. Пока дым логово не проглотил его, он уже не ходит сквозь стены и забыл, что умеет летать, но так или иначе он еще помнил смысл себя. Я пойман в поле голым, мой лог убит дуплетом, моих сова и вором. Где вас искать не знаю, пылью играются лучики, Анатолия, быть слепым не научен, журавль в небе. Я слышу в коридоре, слепые санитары уже идут за мною, им виры гнуты сольди, они едят друг друга, когда им станет мало, они полезут в небо. Я зайчик солнечный, начали, а напомни, я не умею быть схваченным, журавль в небе. Когда ты станешь тифом, когда я стану успой, мы выйдем ранним утром, благословлять руины, листики вымоно сложены, а надуми, и тенями на я уброшены, журавль в небе. Журавль в небе. Журавль в небе. Книж понял, что случилась беда. В это утро на небе не было марты. Кто-то еще должен был идти в чернослистном затае, но кто? Храбрецов на свете немало, но в мире не всякому дано верно ходить по земле. Долгое время молчаевая вечер мерцала звездами, пока выбор не остановился на мальчике чая. Мальчик чай умел твердо стоять на земле и самое главное, начинать тропать. Чай должен был сотворить в городе чернослистов какое-нибудь бедствие. И при этом какой-нибудь отдельно взятый чернослист должен был броситься спасать, естественно, самое дорогое, тая. А чай суматохи должен был вырвать тая из его рук и, ну, что будет дальше, никто предсказать не мог. Все вышло почти так, как было задумано. Силой данной чаю миром он поднял страшный ветер и разорвал над городом снов. Марта, увидев чистое небо, вдруг вспомнила смысл у себя и вспыхнула яркой звездочкой. И стопляс увидел ее свет. Разбитая мозаика видений сложилась в ясную цель. Тая! Дракон прошел сквозь стены. Да только вот в суматохе и в панике мальчик чай был ранен. Из последних сил он бежал всю ночь, прижимая к груди добытая тая в виде долго набитого кошелька. Веснопляс и Марта нашли его на рассвете, поедва различимой только для них тропе. Марта приняла из исхлобевших рук чая кошелек и закопала его строго, соблюдая положенный при этом ритуал. Дракон-веснопляс вспыхнул белым огнем. Прощай, Кляс. Ты спас. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.